всем привет друзья хочу с вами поделиться своим видео которым хочу рассказать и показать новый электропривод к медовонкам кому в кого есть медовонки радиального типа то рекомендую посмотреть это видео до конца так как это реально классная тема в чем весь суть этого видео буквально недавно у меня есть медовонка которую делает максим из запорожья и на этой медовонки устанавливается электроприводы которые изготавливает буряков игорь его еще знают все как свеклов разработчик этих ну да все верно разработчик науменко владимир с коренинграда этих блоков а в жизнь их воплощает у нас в украине буряков я так вот вышел новый блок управления или для электропривода который называется иванка и мне игорь вадимович прислал этот блок для теста но хочу сразу сказать чтобы никто не подумал что это из-за того что мне прислали как бы этот блок бесплатно и из-за этого его рекламируют я просто когда мне прислали присылали мне этот блок не сказали просто для теста чтобы я его протестировал так как у меня есть большая радиальная медовонка довонка на 42 рамки и этот блок рассчитан на радиальную медовонку и нужно больше отзывов больше собрать информации об этом блоке так вот я снимаю это видео потому что этот блок реально крутой этот блок реально заслуживает внимание и я его просто теперь назад не отправлю я его назад не верну этот блок останется у меня на этой медовонке я его установлю на место там где должен он стоять этот блок и на встрече в харькове серый владимир чем я за него заплачу и но блок я уже не верну потому что он мне очень понравится я откачал уже не один корпус меда это последний мед подсолнечный он очень густой тяжело его конечно на брусочках он чуть-чуть пленочка остается но я пробую его он реально но не жидкий и медагонка очень хорошо при том что он густой медагонка реально электропривод медагонки и сама медагонка реально с этим справляется но не буду забирать вас времени просто быстренько покажу медагонку я загрузил медагонку я загрузил у нас есть вот такой вот блок мне прислали он чем мне понравился и нравится что он компактный по сравнению с родным блоком вот он он более какой-то более симпатичный более такой уже презентабельный и манюсенький ну рабочий в чем в чем весь интерес лично мне понравился этот блок не буду задержать время буду сразу и показать чтобы беспрерывное видео я уже загрузил медагонку тут есть и светлые темные рамки но он специально оставил вот рамка которая она смотрите вся телепается то есть она порвана такие рамки как правило медагонка рвет обрывает но с этим блоком с этим блоком я еще не пробовал не ставил не знаю это специально экспромтом так получилось нашлась такая рамка и я ее хочу вместе с вами протестировать порвет ли это этот блок нашу рамку или нет мне хочется надеяться что не порвет потому что медагонка за все время откачки вот откачены вот корпуса тут с рамками вот тут корпуса у меня все откаченные вот эти стоят и вот то за всю откачку не было ни одной порванной рамки не порванные не оторванные и даже помятой ну теперь давайте приступим к работе я буду вам рассказать очень просто легко в настройках очень быстро все регулируется выставляется разберется наверное и даже школьник нажимаем просто старт и медагонка поехала можем помочь медагонки потому что 42 рамки и тяжело смотрите что я буду медагонка будет крутить я буду показывать очень мне понравится сам алгоритм работы есть два блока вернее 2 2 программы в этом блоке это 30 процентный блок и 50 процентный у меня 30 что это означает я выставил время выставил 15 минут из этих 15 минут 30 процентов то есть 5 минут будет медагонка крутить на начальных оборотах я ее выставил вот такими то есть я не знаю сколько оборотов я выставлял на глаз и смотрите взял фонарик и на этих оборотах у нас если видно уже идет вот на этих оборотах у нас идет откачка это начальные обороты начальные обороты крышечку мы можем закрыть медагонки будет легче на этих начальных оборотах медагонка будет качать 5 минут то есть 30 процентов и что хорошо что он очень легко как повторюсь устанавливается тут всего три настройки это установка времени нам нужно настроить время на этой медагонке и и я выставил 15 минут настройка начальной скорости мы выставляем скорость начальной то есть вот вот такую как сейчас крутит медагонка вот она будет стабильно или как правильно сказать одинаково все время это эти обороты будут одинаковыми и через 30 процентов времени то есть через пять минут медагонка выйдет на повышенную скорость нам нужно еще настроить повышенную скорость повышенная скорость это та скорость которую мы хотим видеть уже в конце нашего цикла в конце работы и вот чем весь в чем мне понравился это этот блок почему он не не рвет рамки пять минут она покачала медагонка вот сейчас будем вместе с нами ну смотреть медагонка пять минут она будет качать пять минут будем качать вот на таких оборотах вот она крутит можно конечно замерить но я мне это не интересно мне интересно чтобы медагонка качала она будет пять минут крутить на таких оборотах и через пять минут она как самолет начинает идти на взлет и и что мне нравится у нее нет ступенчатых передач то есть нету там знаете как крутит 60 оборотов минуту потом крутит там 60 перепрыгивает на 80 там или на 120 и так дальше тут с каждой секундой идет плавное наращивание скорости то есть с каждой ну я сейчас покажу сейчас у нас пройдет пять минут нашего времени пять минут и медагонка начнет увеличивать свою скорость то есть как будто кто то и добавляет газа или я еще называю как бы взлет самолета то есть идет так плавное наращивание скорости постепенно то есть и все эти остаток времени то есть 10 минут будет идти полное плавное наращивание скорости я не знаю я не технарь можно было бы наверное более как то правильно рассказать ну я рассказываю по простому так как есть вот у нас блок крутит на начальных наших оборотах никаких как бы телодвижений блок не издает все как я выставил как мне надо было я выставил так так он и качает сейчас по истечению пяти минут времени можно было для теста поставить меньше времени но так как я качаю мед и ну туда-сюда как бы я показываю все в реальных условиях как и есть как и есть я даже вот провода все так лежит блок питания 220 вольт медогонка работает у меня вот чем мне нравится эти медогонки и блоки от бурякова и горя то что они универсальны надо 220 как у меня стационар подключил 220 вот в резервку надо от ком от аккумулятора 12 вольт подключил от аккумулятора то есть очень удобно есть люди покупают ну там допустим что только от аккумулятора там еще что то хотя она все переделывается но те кто понимают то переделают я допустим в этом не не шарю то мне с этим трудновато так ну сейчас наши пять минут пройдут я вам покажу дальше можно конечно медогонка наша крутит вот слышно как она работает вот вот смотрите пять минут времени прошло и медогонка один блик вот вот блик индикатора это добавление скорости вот так добавляется скорость вот это марнул индикатор это скорость добавилась марнул индикатор скорость добавилась и медогонка все ну она с каждой секундой увеличивает скорость свою не знаю будет это слышно по медогонке или нет но сейчас откроем и будем смотреть сейчас я возьму фонарик смотрите друзья плохо видно но видно как мед выбегает хотя скажу вам сразу то есть без без предвзятости без ничего мёд реально очень жидкий кто говорю жидкий вязкий очень густой кто сейчас качает мед это сейчас я вам скажу сегодня 30 у нас по моему до 30 августа на улице реально холодно и и мед очень очень густой кто сейчас качает тот меня поймет но наша медогонка с этим справляется и смотрите хочу обратить ваше внимание друзья как сделано качественно качественно медогонка смотрите как вот этот ротор он на месте нету ни 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 овалов не не я не знаю как правильно сказать ни яиц никаких не не биений ничего медогонка стоит ровненько как копаная и ну ротор идеально ровный я не знаю я буквально недавно разговаривал с максимом если он улучшит медогонку эстетически хотя скажу сразу с практической точки зрения медогонка бомба лучше я считаю в украине нету да эстетически сексуальная медогонка красивая это милиция но если бы мелиса поработала над своими роторами чтобы они не были кривыми то ну была бы бомба милисовская но милиция выигрывает эстетикой но проиграет проигрывает как по мне своими роторами кривыми это мое субъективное мнение пускай не ругайте меня сильно но я пересмотрел много медогонок и считаю что нашел свою медогонку если бы максим улучшил свою медогонку вот эту эстетический вид я ему говорил а что в этом то есть она на скорость не влияет но сюда можно сделать ребра жесткости которые по сути не нужны медогонка и так стоит жестко все она тут я не знаю допустим вот эти навесы они вообще не влияют на скорость медогонки вообще то есть ну но они эстетически некрасивы вот все мне когда звонят за медогонки я всем им рекомендую но я говорю что вот есть надо улучшать эстетику вот эти навесы они ну извините меня совдепия они на скорость не влияет но мне нравится когда бы они были красивые какие-то там не знаю есть красивые как делают а так бомба все бомба то есть медогонка классно есть что улучшать я максимум говорил слушайте как блок наш скоростью увеличить друзья то я так загорелся видите с каждой секунды добавляется скорость ну и по звуку не знаю будет слышно я думаю что будет телефон более чувствительный к шумам разным медогонка вообще работает тихо но на телефоне я прослушал реально ну как бы звук более громче ну я думаю по звуку вы должны ощущать то что скорость наращивается скорость реально она она наращивается постепенно постепенно идет вверх ну я называю это взлет самолета не знаю сейчас но и многие не любители меня или моего канала будут там ставить дизлайки говорят что там прям вообще отрабатывает блок или так дальше блок я реально за блока дам деньги то есть потому что блок я оставлю себе блок реально крутой тут я уже в прошлом видео о медогонке и говорил спасибо максиму за медогонку говорил игорю бурякову и горе вадимовичу спасибо за блок вот блок его сезон вот он ну скажу честно блок сезон и блок иванка то иванка сделал блок сезон по полной программе ну по крайней мере вот в моих условиях мне он очень понравился мне он подошел скорость наша увеличивается блок работает видите с каждой секундой добавляется скорость и друзья напомню вам мы ставили с вами специально я ее специально эту рамку поставил чтобы посмотрели что даже оборванная рамка которая оборвалась еще до медагонки до поездки то есть она с улья ехала к медагонке и на тележке ее оборвало потому что свежий суд сам по себе ну но она порвана посмотрим что будет с ней скорость наша увеличивается можно открыть еще раз глянуть как там нас открыл крышку и сразу же поток воздуха останавливает медагонку слышно же сразу видео получится длинным но кому кому это будет интересно то я думаю досмотрит хочу сразу же пока она качает скажу друзья сказать что я действительно рекомендую без всяких реклам без всяких я не знаю просто без всяких у кого есть большие медагонки радиальные медагонки милисовские медагонки виницкие медагонки ну опять же там зависит от того какой там двигатель стоит конечно но допустим от милиссе двигатель dp 108 точно же такой как и здесь вот такой временная передача то я рекомендую попросить в игоря бурякова я не знаю попросить для теста я уверен кто поставить на своем медагонку этот блок что-то стукнуло наверно рамочку порвало так вот кто поставит этот блок и попробует все друзья нет еще скорость наращивается ну и по звуку мы слышим звука звук тоже наращивается медагонки медагонку чуть колышет она где-то неправильно рамки поставил ну не более но я их никогда не это ну посмотрим мне очень интересно что там с нашей рамкой так вот кто попробует вот этот блок иванка именно иванка друзья вот иванка к своей радиальными догонки то он останется доволен я больше чем уверен это мое мнение но я на радость я хочу чтобы чтобы люди качали мед с комфортом с ну с удобствами я считаю это удобно поставил рамки 42 рамки но у меня 42 включил вот эту одну кнопочку и больше ничего один раз я выставил время и все кстати я как-то пропустил ну я вам и покажу сейчас как я буду настраивать этот блок я его специально настрою и покажу вам как бы как он настраивается там насколько все просто справится любой любой школьник любой дедушка любой человек тот кто умеет читать инструкции тот справится а в инструкции тут очень легко и доступно с сезоном с отец с от этим блоком как по мне более тяжело настраивать ну как тяжело надо более читать чтобы правильно настроить там в виванка этого ничего делать не надо так что то она все таки там рвется но посмотрим дело в том что рамки такие как я ставил порваны они рвут их сходу медагонка их рвёт сходу то есть потому что эти рамки их ничего не держит одна проволока их держит и больше ничего оторвана как от верхнего бруска так и от нижнего еще раз координаты покажу друзья звоните вы не пожалеете это это честно это как-то звучит навязчиво ну вот как бы вот звоните ну просто мне хочется у тех кого радиальные медагонки попробовали этот блок я думаю что если даже ну не покупать все друзья наверно это все максимальная скорость это мы вышли на максимальную скорость наверное если честно я как-то это сейчас у нас блок все друзья медагонка за остановилась время наше кончилось 15 минут и динамическое торможение и два звуковых сигнала все нам блок просигнализировал что откачка закончена теперь следующая извините загрузка и опять нажимаем старт и она опять качает ничего настраивать не надо очень удобно ну и елки-палки думаю почему у меня медагонку колышет я не доставил две рамки друзья две рамки не доставил договорился и ну а теперь покажу вот смотрите свежая рамка свежая свежая рамка то есть даже он ващина проволока рядом она сухая и чистая то есть медочек вот тут по бруску смотрите блестит ну скажу опять же друзья реально мед очень очень он ну как клей он самое главное сотый он блестят но меда там нет вот ну я реально очень доволен ну вот наш медок смотрите медочек медочек и мне бы хотелось ну давайте еще темненькую рамку посмотрим там брали свет вот темненькую блестит реально мед блестит но он и будет блестеть но опять же реально мед очень густой кто качает мед в холода или поздней осенью тот знает так это не наша рамка нет нет это тоже светлая но не то что оборвана друзья ищем нашу оборванную рамку вот она наверное да смотрите все таки ее порвал порвала но не в хлам ну как не хлам в хлам уже она не годится но друзья вы видели она реально была только на проволоке ну хочу сказать то есть показал реально как есть рамка была оборванная полностью но такие рамки как как видите она не оторвало ее от проволоки то есть полнометная рамка от бруска до бруска на свежем соте на таком при том что мед очень густой очень густой не жидкий как правило вот эту всю вощину вырывает с рамки то есть сот в нашем случае сот остался на рамке ну естественно он уже не пригоден ну ну в принципе я эти что еще хотел я надеялся что она останется целой при том что она была уже давно убитая рамка но были надежды что все таки как бы чуть-чуть будет лучше но ничего страшного я показал вам в реальности как есть зато все рамки смотрите ни одна рамка ни одна хоть темные хоть светлые вот смотрите светлые рамки не помятые при опять же при том что друзья смотрите это радиальная медагонка и в радиальной медагонке ващина не приклеена к нижнему бруску то есть ее должен должно мять сминать и так дальше но она соты на месте то есть они не отходят при том что не пристроены к нижнему бруску и так много вот то что я показываю тут но тут чуть-чуть пристроена опять же что смотрите еле-еле пристроена но нигде не оторвано в принципе так вот то что я хотел показать обзор свой показал как и обещал выставлю на форуме свой этот обзор хочу поблагодарить игоря вадимыча хочу поблагодарить максима за медагонку и хочу поблагодарить обязательно разработчика этого блока создателя вернее разработчика это науменко владимира город калининград спасибо владимир спасибо игорь достойный аппарат достойное оборудование и я уже писал на форуме это огонь это шедевр лучшего на мое мнение пускай кто-то с моим мнением не считается пускай это мнение будет субъективным но на сегодняшний день в украине лучшего пульта вернее блока управления для радиалок нету все друзья ставьте лайки ставьте дизлайки подписывайтесь кто не подписался еще на мой канал пишите комментарии что вы думаете по поводу блоков координаты кому надо координаты принципе я показывал но покажу еще разочек это координаты игорь бураков а координаты за медагонку максима в принципе я тоже оставлю в описании все друзья с вами был иван фабро спасибо за внимание до новых встреч пока удачи Продолжение следует...